Тема нашего сегодняшнего эфира – «Тайные желания заказчиков». Почему это важно? Я думаю, что вообще в работе дизайнера самое важное – это не реализовать свои амбиции, хотя вначале очень хочется, когда не можешь какой-то путь свой найти. Это не деньги, которые мы зарабатываем на дизайн-проектах. Хотя это тоже очень-очень важно. Но самое главное – это услышать от своего заказчика, как вы догадались. Вот как вы это поняли. Как вы догадались, как вы вообще… Я сама не могла это выразить, я сама там не могла сами, мы не понимали, чего мы хотим. А вот вы как-то вот так вот хоп и узнали. То есть откуда вы это все берете вообще. Когда эта фраза произносится, как вы догадались, и когда в глазах заказчика вот это дикое восхищение, типа, блин, черт возьми, я же вам не рассказывала. У нас появляется доверие от этого заказчика, что очень важно. Следующие дальнейшие решения, которые будет предлагать дизайнер. Ничего, что я так сходу могу сказать. В общем, появляется доверие со стороны заказчика, появляются рекомендации от этого заказчика, рекомендации, собственно, деньги в том числе, да, и потешенное эго и так далее. Появляется даже слава, собственно. Когда о вас, о дизайнере говорят с восхищением, что он там такой взял и угадал, что же я хочу. Так вот, и появляется слава и признание. И здесь я хочу провести такое сравнение. Есть такие ситуации, когда дизайн для какого-то заказчика создан, и он вроде бы нормальный, но как бы не совсем его. И он этот дизайн на себя одевает и живет, возможно, даже в этом интерьере. Но это вот по ощущениям так, как будто бы, как если бы мы одевались у стилиста, он нас как бы одел, но нам как бы не нравится, вот нам некомфортно. И интерьер для меня, он такой же. Он должен быть по телу, по форме, по цветотипу, по настроению и так далее. Иначе куда бы мы, как бы мы в этом интерьере не старались интегрироваться, заказчик, как бы он туда не старался интегрироваться, если этот интерьер не соответствует его душевному настроению, его психотипу, его мечтам и желаниям, то как на, знаете, как на свидании в неудачном платье этот человек, этот заказчик будет все время чувствовать себя немножечко неуютно, немножечко неуместно. Вот. Поэтому это крайне важно. Значит, меня зовут Василия Васильевна Светлана, и я дизайнер интерьеров с рождения. О том, что я с рождения дизайнер интерьеров, я поняла не сразу. Я поняла это уже анализируя свой путь, когда я этим дизайнером, собственно, стала официальным. Вот. И, значит, почему я говорю, что это с рождения? Потому что у меня было такое увлечение в детстве. Когда мы топили печку, или, например, когда жгли какие-то костры, жгли плетья после уборки урожая, жила я в деревне, вот, я смотрела на костер, на угольки, которые вот так вот, да, мерцают. И я в них видела маленькие домики, маленькие интерьеры, маленькие комнатки. То есть вот если мы заглянем, да, вот костер, я сейчас, возможно, не очень убедительно это объясню, но я до сих пор там вижу какие-то вот домики, какие-то угольки-столики, угольки-стульчики, угольки-куколки и так далее. То есть вот это пространство костра, я его рассматривать могла часами, и я видела вот там вот эти вот все интерьеры. Вот. Значит, дальше. Когда у меня было там какое-то количество лет, я, собственно, случайно или нет, реализовала, да, создала и реализовала свой первый дизайн-проект. Это вот он, первый, который я знаю точно, что был реализован. Это я нашла сегодня у себя в Одноклассниках, и там вот, видите, дата стоит 12 августа 2009 года. Это момент, когда я впервые выложила свою работу в интернет, когда я решила вдруг всем вслух объявить, что я действительно дизайнер, потому что я не верила в то, что из меня что-то получится. Мне казалось, что дизайнеры – это такие прям небожители, это просто такие волшебные, невероятные люди, которые, до них просто никогда невозможно дотянуться. Это какие-то боги, звезды Олимпа, и я там вообще никак не окажусь. Долгое время я это скрывала. Ну, как долгое время? 19-й год – это значит, сколько это, 13 лет назад, да? Два года я никому не рассказывала, что я дизайнер, только тихонечко старалась что-то делать. Вот. Это еще один мой проект, выложил он тоже в 2009 году. И здесь был такой интересный подход к проектированию. Я просто искала какие-то формы. Например, вот в этом проекте, видите, тут было прикольно мне от того, что я делаю какую-то кофейную кухню. И вот эта вот плавная линия, она напоминала мне линию кофейного зерна, которая отражается на потолке, на полу и так далее. И здесь было мало информации про заказчика. Мне было просто прикольно чего-то делать, чего-то наворачивать. Вот. Здесь никакой особой композиции нет, но проект, кстати, реализован. И в пандемии мы общались с этой заказчицей. Она сказала, что они очень быстро продали квартиру, просто потому что сказали, что у них дизайнерский ремонт. Вот. Значит, это еще один мой проект. Здесь тоже был просто поиск формы. Я снова не расспрашивала заказчика, кто он, что он хочет вообще, какое он и так далее. Мне было просто прикольно заворачивать какие-то формы по стене, которые на потолок уходят. Неважно, как это будет реализовано. Вообще все это ерунда. Главное, казалось мне, тогда это вот какой-то формы, какую-то необычность. Вот. Значит, это 2009 год. Дальше обо мне. Сейчас я являюсь арт-директором студии Gradis. Моя должность называется, собственно, арт-директор, а также я муза. И моя задача вдохновлять дизайнера, вдохновлять самой постоянно и создавать огромное количество, реально огромное количество креатива, новых проектов. Вот. Значит, для тех, кто не знает, такие, может, здесь такие есть, кто не знает Ивана и что такое Gradis, вот, для вас. Я расскажу, что дизайн-студия Gradis – это одна из самых старых дизайн-студий Екатеринбурга. На тот момент, когда Иван ее организовал, в Екатеринбурге было всего три дизайн-студии. Вот здесь написано, что студии 15 лет, сейчас это 17 лет, уже или 18, потому что сайт там три года назад было сделано. Вот. Короче, у Gradis огромное количество дизайн-проектов, огромное количество реализаций, огромное количество обученных сотрудников, огромное количество через школу дизайна прошло студентов, которые сейчас уже практикуют во всем. В общем, это очень крутая штука. И у меня есть история такая классная, связанная с Gradis. В общем, пять лет назад я была еще, ну, типа не в декрете, но я только... После родовой депрессии, скорее. Вот. Я всегда была фрилансером. И пять лет назад я вдруг поняла, что я очень хочу попасть в какую-то команду. Прям в команду сильную. Я тогда уже в себя уверовала. У меня было уже количество большое заказчиков, реализации и так далее. И я, значит, такая думала. Хочу в команду. Хочу вот к какому-то сильному дизайнеру. Такая думала, кто в Екатеринбурге сильный дизайнер? Такая думала. Иван Вилков, Gradis. Я, значит, зашла к нему на сайт, написала им письмо, типа, хочу у вас работать. Они мне ответили. Значит, Иван пригласил меня на собеседование. Я собеседование прошла. Значит, они меня взяли. И я, значит, я крыленая, прилетаю домой. Я говорю, ну всё, я в команде. Я в команде лучших. Вот всё от меня у меня будет всё прекрасно. Я жду проект. Мне присылают санузел. И ладно бы этот санузел нужно было разработать. Нет. Мне прислали санузел, который нужно визуализировать. А тут, девочки, я должна вот что сказать. Я не умею заниматься визуализацией. Я не знаю, что такое 3D Max. Я не знаю, что такое Автокад, Corel. И всякие вот эти профессиональные программы, которые вот эти все умные дизайнеры знают. Я умею только генерировать идеи. Получается, как я выкручивалась из этой ситуации? Мне пришлось моего визуализатора просить, чтобы она визуализировала всё то, что мне вот по этой ванной комнате отправляли из Градис. Короче, они сказали, что я им, возможно, когда-то подойду. Но для начала мне будут давать всякие там санузлы, которые нужно визуализировать. Возможно, если я докажу свою компетентность, мне потом дадут даже санузел спроектировать. В общем, я психанула. Написала о них пост в Инстаграм. Но сегодня я его искала. Видимо, когда-то я его удалила. Короче, мы с ними не сработались. Они меня не оценили, сочли меня за какого-то визуализатора. Я была очень оскорблена просто до глубины души. Всё. И ушла организовывать свою дизайн-студию. Вот, значит, свою дизайн-студию я организовала, потом это не очень интересная история, закрыла и так далее. Вот. И чем это заканчивается? У меня достаточно активный был Инстаграм. У Ивана достаточно активный Инстаграм. Он подписан на меня, я подписана на него. Я делала какие-то онлайн-марафоны в Инстаграм. Привлекала туда самых крутых дизайнеров. Дизайнеров, которые там в АД топ-30. У меня в марафоне была Анна Муравина, Алина Афонская, братья Жили. Ну, короче, огромное количество самых-самых топовых дизайнеров. И Ивана я туда также приглашала. Он участвовал в этих марафонах. Мы друг на друга подписаны. И вот в феврале месяце прошлого года он возьми, да и пригласи меня на должность арт-директора. Говорит, очень нравится твой подход. Сильно надо объединяться. Признал меня. Да, и пригласил в качестве арт-директора и партнера студии. Вот, чему я очень рада. Значит, дальше еще немножко обо мне. Я уже сказала, что я интерьерный блогер. У меня был свой курс «Планировка». Очень успешный, очень глубокий. И многие знания с этого курса я буду передавать в новом потоке. Мы его, кстати, очень сильно усовершенствовали. Далее, я преподаватель курса для дизайнеров интерьера и не только. Школа сурового практика, то, о чем мы сегодня будем говорить еще. Вот, я, кстати, как вы поняли, немножко вам его буду продавать, но классная информация будет тоже. Значит, дальше. Я спроектировала более 10 тысяч квадратных метров жилых интерьеров за 15 лет. У меня проекты от Сахалина буквально до Калининграда буквально. Есть проекты в Германии, Белоруссии, Италии и Латвии. И это те страны, которые я вспомнила за последние два года. То есть очень много проектов было спроектировано. Дальше. Я являюсь приглашенным экспертом радио «Россия-Урал». Где-то здесь, вот видите, там «Вести-ФМ», «Маяк», «Россия-Урал». В общем, неоднократно я была на радио «Россия», «Радио-Урал», «Радио-Маяк», «Джем-ФМ». Была на телеке, на какой-то канал «Россия-Урал» в качестве гостя, в качестве эксперта. В каких-то газетах были мои публикации. Я это, на самом деле, сильно не отслеживаю, все время забываю. Но похвастаться должна была, чтобы мы не поверили. Дальше. Финалочка. Я соавтор павильона на международном форуме «100 плюс», который прошел у нас неделю назад. Это реально мощнейшее было событие для Екатеринбурга. Огромный форум, огромное количество посетителей, серьезных очень. И мы там оформляли такой вот стенд. Стенд с каркадилом Геной о том, что культура победит, о том, что на хрупких плечах лежат тяжелые решения. Ну и здесь куча разных философских подходов, философских мыслей, смыслов было заложено в этот проект. И наш павильон был признан самым креативным. При том, что мы туда вложили минимум финансов. Это важно, потому что каждый дизайнер знает или должен знать, что главное в интерьере – это не количество денег, которые мы можем в него вложить. А это реально креатив. Это наши мысли, это уровень нашего мышления. То, как мы можем выкрутиться с помощью простых материалов. Потому что вот эта стена – это вообще у нас красовая бумага. А все на неё ходили, засматривались, фотографировали и спрашивали, что же это такое интересное. Так вот, что дальше? Да, моя задача – это постоянный креатив. И сейчас у нас в работе порядка 10 или 12 проектов реализации. Каждый этот проект я ответственно стараюсь самостоятельно вести. Вот. И постоянно креативить новые идеи. И эти идеи, они не рождаются просто так из воздуха. Да, я их где-то должна, эти идеи, брать. И, собственно, они рождаются из наших знакомств с заказчиком. Да, все мы знаем, что у нас там уникальный отпечаток пальца, уникальная сетчатка, что каждый человек уникален и так далее. Так вот, черпать вдохновение для интерьеров заказчиков, на мой взгляд, это самое правильное. Мы создаём интерьер для конкретного человека, и этот конкретный человек, он уникален. Он со своими особенностями, со своими ценностями, со своей нелюбовью к чему-то, со своими стремлениями, со своим видением, как он и где он хочет быть через 15-20 лет или завтра. И вот эта совокупность, вот эта маленькая вселенная, каждый человек, он и является источником вдохновения для дизайнера. И мне кажется, что это единственный верный подход. Я вам расскажу три истории. Три истории про моих заказчиков. История первая. Это Екатерина. Наверняка кто-то из вас проекта наслышан. Но суть в чём? К нам пришла заказчица. Это вообще семья. Это муж, жена, трое детей, собака и две кошки. И у них две квартиры, которые нужно было объединить и понять, где там будет какое пространство, где будет кухня-гостиная, вот это семейное пространство, где будут комнаты спальные личные. В общем, мы над этими, над всеми историями размышляли. Но главная задача и главное, о чём говорила Екатерина, что от неё сильно-сильно фонило. Вот на неё смотришь, а она такая, она очень мягкая, очень красивая. Тут, кстати, сейчас выдам секрет. Она к нам в этот поток идёт в школу учиться. Для меня это было удивительным, но она сама по себе такой человек, который интересуется просто всем вокруг. И она рассказывала там с любовью про своих детей, про свои увлечения. Она говорит, я всю жизнь мечтала об острове, я всю жизнь мечтала о круглом столе. И мы у неё спрашиваем, Екатерина, почему круглый стол? Почему не квадратный? Что он для вас значит? И она как-то на ощущениях, да, она просто говорит, потому что мне нравится, когда мы все будем сидеть в кругу, это как в кругу семьи. Мне нравится, почему, что для вас остров? Не просто так номинально, поставьте мне остров. Для нас важно понять, почему он ей нужен, для чего он ей нужен, как она хочет его использовать. И вот она говорит, что за островом она хочет готовить еду, и чтобы напротив неё мог присесть муж, например. Вечером с бокалом вина. Или чтобы пришли дети, да, и она бы дала, значит, ребёнку там огурцы резать, и ребёнок резал с ней огурцы. И этот остров, он опять-таки про объединение пространства. Она хотела объединённую кухню-гостиную. Что это значит, мы опять же у неё спрашиваем. Она говорит, я не хочу там быть как-то изолирована в отдельном помещении, мне нужно вот это пространство, чтобы оно было единым. Потом они где-то там просто мы разговариваем, и они рассказывают, мы спрашиваем, куда вы любите ездить, а что для вас важно. И они рассказали нам о том, что они очень любят Италию и озеро Кома. И у них даже есть, у них прям очень много воспоминаний с этого озера, картинки, какие-то впечатления, романтическая поездка. И в общем, это было классно, потрясающе и так далее. И у них есть фотографии, которые они сами делали в каком-то там грандиозном разрешении. И они говорят, было бы вообще классно, если бы мы вот куда-то это всё дело распечатали. Вот. Значит, мы начинаем проектирование. Мы выбираем, там, объединяем кухню-гостиную. Тут тоже интересная история, как это всё объединение произошло, но я сейчас туда углубляться не буду. Вот просто у нас есть объединённая кухня-гостиная. Здесь 28 квадратных метров. У нас есть ниша. Значит, что нам нужно? Нам нужно понять, где, куда мы что поставим. Значит, мы ставим, собственно, кухонный гарнитур. Вот здесь вот в правый нижний угол. Дальше мы думаем, нам нужен остров. Ставим остров напротив. Ставим обеденный стол, круглый. Иначе он здесь никак не вставал. Поэтому мы просчитали эргономику, чтобы за этот стол встало 5 человек. И подставили его таким вот образом к острову. Вот. Дальше. Дальше нужно сказать, что планировка – это шахматы. И вся вот эта история, она, конечно, не просто так рождалась. Каждое решение мы взвешивали. Мы смотрели, достаточно ли по эргономике, достаточно ли по размерам, а всё ли влазит и так далее. И у нас здесь, по большому счёту, кухня – это вот эти три шкафчика. Вот эти три модуля – это пеналы. И рабочая поверхность у нас только остров и только вот здесь. И когда мы это показали Екатерине, она развозмущалась страшно. Она говорит, вы что, с ума сошли? Вот это вот как вообще жить на этой маленькой кухне? То есть она видит два отдельных каких-то участка мелкой кухни. У меня сейчас кухня 2,5 метра. У меня туда всё влезло. А как влезет вот в эту вот маленькую вашу? И мы начинаем ей рассказывать. Екатерина, здесь всё просчитано по эргономике. У нас модуль 60-60-60. Вот здесь вот 180 сантиметров. Остров напротив тоже 180 сантиметров. То есть у нас кухня 3,60. Хотя она такая маленькая и эргономичная, кажется. Здесь достаточно рабочей поверхности. Вот здесь 90 сантиметров и здесь по 60 сантиметров с обеих сторон. И у нас 3 огромных пенала для хранения. Я помню, нам Екатерина высылала фотографии. Она достала там свои базы, баночки, сервизы, кастрюли. И вообще возмущается и говорит, у меня ничего не влезет, как можно? Вот мы ей всё это объяснили, расписали, показали. Рассказали ей про эргономику. Про эргономику обеденного стола. Что здесь действительно все встанут. Что по эргономике на одного человека нужно 60 сантиметров пространства за столом. Значит, рассказали ей там про, как это называется, про длину радиуса. Всё чётенько просчитали. То есть что здесь важно, к чему я это говорю? Когда заказчик обозначает какие-то желания, мы находим для них возможность их вписать, и мы должны всё просчитывать до миллиметра. И вот это как раз-таки про то, что это шахматы. Когда мы куда-то что-то ставим, там стул, стол, кухню и так далее, мы должны на 10 ходов вперёд подумать, как дальше будут развиваться события, как будут в этом пространстве. Всё просчитать. Вот, поэтому планировка – это шахматы. И ещё. Почему очень важно всё просчитывать? И почему очень важно чувствовать своего заказчика? Почему было крайне важно в маленькое пространство вписать и остров, и стол? Я напоминаю, что это 28 квадратных метров. И Екатерина, кстати, нам сказала, что она хочет вот это, вот это и вот это. Потом говорит, ну, наверное, это невозможно, потому что маленькая площадь. И это действительно было бы невозможно, если бы она об этом не мечтала. В тот момент, когда она об этом мечтает, для этого появляется точно какая-то возможность это сделать. Главное – найти способ. Если этот способ не найти, то давайте вот сейчас будет, знаете, боль. В этот интерьер, в каждый интерьер, каждый заказчик вкладывает миллионы рублей, реально миллионы рублей и миллионы минут. И здесь важно понимать, что это миллионы минут не только этого заказчика. Это миллионы складывающиеся, часы, сотни часов времени людей, которые не только занимаются стройкой на объекте, красят стены, это не только те люди, которые изготавливают ЛДСП для кухни, делают распил для кухонного гарнитура где-то на производстве. Давайте смотреть еще дальше. Это еще и те люди, которые когда-то это ЛДСП изготовили, ну, мне так видится примерно, как делают ЛДСП. Берут какую-то большую древесную мясорубку, в нее кладут деревья, деревья превращаются в крошку, и это все слепляет. Вот такое мое представление об изготовлении ЛДСП. Так вот, те люди, которые эти деревья в эту мясорубку положили, чтобы сделать ЛДСП, они тоже потратили свое время и свои ресурсы. И то есть мы понимаем, что весь интерьер, он складывается из таких огромных-огромных временных лучей отовсюду, просто со всего мира. Люди, огромное количество людей вложили свои ресурсы, свое время, свою энергию, свои знания в то, чтобы это было далее превращено в интерьер. И даже люди, которые эту мясорубку для ЛДСП изобрели. То есть просто интерьер и вообще любое действие, вообще любой предмет интерьера, там мышка, любой предмет в этом мире – это же просто огромная история длиной вообще во всю историю человечества. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но для меня это так. Таким образом, я хочу вам объяснить ценность. Таким образом, я хочу сказать, что это как бездец как важно – попасть в желание заказчика. Потому что если мы в него попадаем, вся вот эта цепочка была не зря. Все эти люди, которые собирали где-то когда-то какие-то знания, чтобы придумать вообще мясорубку, сделать это ЛДСП, доставить ингредиенты для ЛДСП на производство, люди, которые затаскивали стулья в квартиру – вот это все огромное, невероятно большое количество человеческих минут, оно должно быть не зря. Есть такая штука – круассановая медитация. Может, знаете, вот это примерно оттуда же потом расскажу. Так вот, если заказчик в итоге говорит, мне что-то не нравится, когда миллионы были вложены, то это трагедия. И вот чтобы этого не случилось, нам нужно у своего заказчика узнавать, а какие цвета вам нравятся. И нам Екатерина рассказала. Там зелёный, все оттенки зелёного – это её любимые цвета. Какие формы вам нравятся? Она говорит, мне нравится круг, поэтому у нас круглый стол, поэтому у нас круглое панно дальше. Мои мне спрашивают, что вы любите? Они говорят, мы очень любим Италию и озеро Кома. И мы начинаем думать, а как же нам это озеро Кома туда интегрировать? Они не зря об этом говорят. Нельзя пропускать вообще ни одно слово заказчика. Всё, что они говорят, это важно. Просто сидеть и буквально фиксировать, что они говорят. Любая мелочь, важно просто всё. А при этом заказчики говорят, в общем-то, всё, что им нужно. Даже если им кажется, что они говорят что-то не то. Так вот, на что же превратился дальше этот интерьер? Он превратился вот в такую визуализацию. Круглый стол, остров, за которым можно присесть, большая кухня, система хранения. И вот здесь вот в эту картинку мы подумали, что можно, конечно, запечатлеть там мгновение в виде вот этого озера Кома, которое они уже видели. Оно просто будет всегда, оно будет статичным и никогда не изменится. Второй вариант, можно, так как там фотка не очень там была хороша, хорошо подходила нам по колористике, Второй вариант был, можно найти на шутер-сток или на каком-то стоковом обменнике, фотообменнике, какое-то классное изображение и просто его напечатать. Но в этом бы тоже не было души. Поэтому мы решили найти классного художника. Мой однокрупник, потрясающий художник. Рекомендовали его заказчикам. Заказчики, прежде чем дать добро на работу с этим художником, посмотрели, вот наша Екатерина, она посмотрела, изучила Инстаграм Михаила, она посмотрела, что он пишет, как он пишет, какой философии он придерживается, нравится ли ей его философия. Я ей рассказала, что он женат, что у него ребенок есть, что он вот такой-то, такой-то, вот такой-то молодец, он очень ответственный и так далее. Екатерина несколько дней принимала решение, потому что, это, кстати, очень показательно, вот это отношение заказчика к своему дому и к своему проекту, оно очень показательно. Но и мы, как дизайнеры, должны относиться к этому дому так же. Она взвешивала, хочет ли она частичку души и мастерства этого человека увидеть в своем доме. И я считаю, что наша задача как дизайнеров, она точно такая же. Мы должны взвешивать каждое решение. Эти ли люди должны что-то сделать для нашего заказчика? Это ли качество материалов должно быть у нашего заказчика? Этот ли мессендж, этот ли посыл мы хотим дать нашему заказчику? А бьется ли вот эта наша мысль, наша идея с его сутью? Мы обо всем об этом обязательно должны думать. История про Михаила. Михаила она одобрила. Михаил приехал, нарисовал нам просто некую абстрактную картинку с горами, с озером, и там огромное количество звезд. На них можно смотреть, загадывать желание. Вот, картинка относительно абстрактная, но при этом мы все знаем, что она вот про то их путешествие. И может быть, это путешествие будет в следующий раз не на Кома, а тоже на какое-то горное озеро и куда-то какое-то классное место. Оно и напоминает, и вечно, и не надоест. То есть такая нейтральная картинка была. Вот, значит, здесь у нас ракурс сверху, чтобы было понятно. Здесь вот у нас остров, здесь у нас стол. За этим столом рассаживаются. Кстати, еще один момент вот по этой картинке. Обратите внимание, у нас здесь все стулья разных цветов. И это тоже не случайно, естественно. Пять членов семьи. И для каждого из них свой стул. Кстати говоря, с точки зрения психологии пространства, вот в психологии пространства я эту тему активно изучаю, и мы ее легко будем затрагивать в курсе. Так вот, с точки зрения психологии пространства, у каждого человека должен быть свой собственный стул. Своё собственное кресло или свой собственный стул. То есть место, которое принадлежит только ему. Это как бы место в доме. Не только там кровать, а вот именно стул, на который можно присесть, кресло. Это как такое заземление человека в пространстве. Он тогда понимает, что он здесь есть, у него здесь есть место, здесь есть его собственность, его власть здесь принимается. Поэтому у нас здесь у каждого свой стул, каждый там себе какой-то выбрал, распределил. И имя никто никогда не меняется. Ну, наверное, нет, но тем не менее. Так, следующий момент. Когда интерьер создан, когда он реализован, знаете, что самое классное? Если интерьер тот самый, если мы попали в желание заказчиков, то помимо там всей похвалы, помимо всей благодарности, которую заказчик выражает, да, и говорит, что... Допустим, здесь Екатерина говорит, что это просто вот их дом, они без него себя уже не представляют. Она нам рассказывала о том, что за счет того, что там много зелёного, её не одолевает хандра осенняя, когда краски и цвета пропадают. Это вот на прошлой встрече, кстати, она нам всем прям рассказывала. Вот. Значит, помимо этого, просто особое удовольствие, особое, ни с чем не сравнимое, непередаваемое удовольствие, это когда ты видишь, как интерьер живёт, когда в чат уже давно реализованного объекта, уже мы вообще никакие вопросы не обсуждаем, но нам прилетают фотографии жизни этого объекта, и мы видим, как он преображается на Новый год, как там украшается какой-то декор. Нам присылают фотографии, как интерьер украшают на чьи-то дни рождения, когда в интерьере появляется с днём рождения дочь, с днём рождения любимый. Или когда нас поздравляют с 8 марта не просто какой-то открыткой взятой с шутер-сток или с какой-то откуда-то там. А нас поздравляют открыткой, с фотографией тюльпанов на фоне этого озера Кома и на фоне нашего интерьера. Это просто потрясающие эмоции. Это самое лучшее, что может получить дизайнер в качестве поздравления. Вот, на этом у меня первая история закончена. Есть у кого... Ну и, кстати, это квартира 144 квадратных метра. Я вам рассказала сейчас про 28. А там на самом деле каждая комната, она с историей. Блин, там просто... Можно неделю про эту квартиру рассказать. Мы проектировали её 9 месяцев, чтобы вы понимали. И мы придумывали каждый шаг, каждый ракурс, каждое впечатление, где, куда мы идём, что мы видим и так далее. И мы на курсе будем разбирать. Мы будем разбирать логику планировки, как мы размышляли. Мы будем разбирать там визуализации и идей, как и почему здесь всё это создано. Вот, поэтому, кто придёт, будет продолжение, кто не придёт, слушаем вторую историю. Она тоже очень классная. Значит, история вторая. Ирина и Михаил. Это заказчики мои, которые... Ну, у меня все заказчики были всегда из Инстаграма, до того, как я в Градис пришла, да? И они, вот, как я уже говорила, по разным городам и странам были раскиданы. Вот, и это проект в Нижнем Новгороде. Значит, прекрасная пара. Они приглашают меня, и тогда у меня ещё была коллега, с которой я работала. У меня была студия, и, в общем, это девочка, да, мой дизайнер. Вот. Значит, мы приезжаем в Нижний Новгород. У нас есть время перед тем, как пойти на замер к заказчику, мы решаем по городу погулять. Значит, срочно находим экскурсию, идём гуляем, вдохновляемся архитектурой. Кто-то наверняка в Нижнем Новгороде был, да, и это очень красивый город. Там много реально вот этой классной архитектуры, там и модерны, и ампиры, и всё что угодно. Вот. Классные двери везде такие шикарные, массивные стоят. Ну, в общем, потрясающе, невероятно красивый город. Вот. Значит, мы вечером приезжаем с заказчиком, начинаем с ними общаться, расспрашиваем их, как у вас дела, с чем вы занимаетесь, что вы хотите, почему мы, ну и так далее. Вот. И в этот момент нам заказчики начинают наливать чай. Как бы рассказывают что-то о себе и наливают чай, да. Там может нам и рассказывать, что, типа, ну, мы очень хотим, чтобы у нас была душевая. Там Михаил очень любит ванну принимать, он делает это по полтора часа. Там Айрина любит смотреть телевизор. Ну, это я сейчас абстрактно, этого не было. Вот. Но. То есть они просто какие-то факты из жизни своей рассказывают, да. Или там рассказывают, что, ой, а мы тут вчера, мы вот недавно в Грузии отдыхали, там было классно. И при этом они наливают чай. И по сути, я смотрю на это и понимаю, что это не просто чай налить, да, вот как я. Если вы к нам в гости придете, максимальная степень уважения будет понятна через то, что я налью вам чай в чайник, который достался мне от моей прабабушки. Это будет означать, что вы капец какой уважаемый гость в этом доме. Но туда будет заварен обычный чай, какой-нибудь Гринфилд Эрл Грей или Пойер. Кстати, у меня есть после этих заказчиков, я начала пить Пойер, они рассказали о его волшебных свойствах. Ну вот. А здесь маленькие чашечки, маленькие чайники, что-то сливается, что-то переливается, что-то достается, какие-то, в общем, манипуляции, манипуляции, манипуляции. Что-то происходит такое интересное. И я понимаю, что что-то вот в этом точно есть. И спрашивают, что вы делаете? Почему? Что это с чаем за история? Расскажите, пожалуйста. Вот. Они говорят, мы очень любим разные чаи. Нам очень нравятся чайные церемонии. Это практически медитация. Это про то, чтобы успокоить свой мозг, свою голову. Мы очень увлекаемся разными чаями. Есть там у них какие-то чаи, которые собирают где-то на реликтовых деревьях. Я тогда узнала, что реликтовые деревья – это такие очень-очень древние, насколько я помню, деревья. Им там по миллиону лет. Ну уж не миллион, но каком-то огромном количестве лет. И они там где-то в тайге только есть, или где-то в степях. Где-то там. Я не в теме этой истории. Вот просто как мне эта картинка запомнилась, так я и рассказываю. В общем, разные, очень классные чайи. Им это все доставляет удовольствие. То есть мы сидим, ладно, мотаем на усть. Дальше. Когда мы зашли, прошлись по квартире, я обратила внимание, и вот на что. В общем, это что? Это такая огромная полка. Вот здесь вот прихожая. Это вот входная дверь. А вот здесь вот огромное количество разных бутылок. И я, значит, не спрашиваю, мол, что вы пьете? Ну да. Любим, практикуем, гостей любим. Я говорю, ну расскажите, как это у вас происходит? Они говорят, мы очень любим вино, очень любим разные коктейли, очень любим куда-то ходить, очень любим, когда к нам приходят гости. Я говорю, а как проходят ваши гости? Что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Как это все? Они рассказывают, что Михаил очень любит смешивать коктейли для друзей. Он же разливает там чай. Или сами гости уже, кто-то из них в теме образован, кто-то из гостей может этот чай разливать, кто-то в общем чай пьет, кто-то пьет коктейли, кто-то пьет вино. И они разбредаются по разным местам в квартире. Кто-то сидит на полу, они говорят, мы почему-то очень любим на полу сидеть. А кто-то уходит курить на балкон кальян. Кто-то сидит за столом и беседует. Кто-то какой-то компании может разбиться там, уйти на диван в гостиную. И вот они это рассказывают. У всех как будто бы разные интересы. То есть у нас такая всеобщая синергия, но при этом все могут на разные темы как-то разговаривать. Кто-то между этими компаниями плавно перетекает. И в общем, это такая камерная тусовка с интересными людьми, с их друзьями и так далее. И это происходит довольно часто. Они говорят, вообще было бы классно, вот если бы в пятницу они айтишники, они работают дома удаленно. Они говорят, вообще было бы очень классно, если бы вот в 7 часов вечера рабочий день или там 8 часов вечера заканчивается рабочий день, и мы такие пальцами щелкаем, и у нас, значит, бар. Значит, откуда-то там, не знаю, какой-нибудь дискошар достается, вентиляция хорошая там для кальяна, как-то вот так свет немножко потукает. И вот у нас прям вот свой собственный бар, чтобы, значит, Михаил такой, чтобы вот за барной стойкой, хозяин леса, значит, стоял, Михаил такой огромный, вот, чтобы он, значит, что-то мог замешивать, люди где-то как-то тусуются, и вот это вот все плавно вокруг дома, перетекает, не вокруг дома, а внутри пространства, квартиры, как-то это вот все течет. Такие, окей, запомни. Дальше. Мы спрашиваем, Ирина, у вас какие увлечения? Она говорит, а я танцую, вот этот красный танец, я забыла, как называется, фламенко. Значит, она говорит, я вот танцую, это моя отдушина, это вот страсть, мне это очень нравится, поэтому, говорит, там хочется, чтобы это было как-то тоже в интерьер интегрировано. Все, значит, мы это послушали, там, конечно, было много там еще каких-то нюансов, но мы эти три сейчас будем рассматривать. Все, значит, мы начинаем проектировать. Вот у нас пространство, объединенная кухня-гостиная, при этом они разнесены такими огромными несущими стенами. Вот здесь вот у нас кухня, вот здесь у нас гостиная, вот здесь вот прихожая, которую не видно, но и несут. Вот здесь у них был огромный подиум, мы этот подиум далее будем сносить, и, в общем, мы начинаем проектировать. И первое, о чем мы думаем, это о том, что надо каким-то образом придумать историю с чаем. Вот они говорят, что этот чай, он для них важен. Они его прям разливают, они его пьют. Дальше я думаю о том, что люди любят сидеть на полу. Я думаю, я тоже очень люблю сидеть на полу. И думаю, это же очень все, кажется, слепляется. Есть такая, ну, если мы представим какую-то китайскую, японскую, китайскую чайную традицию, то там люди на матах, на татаме сидят, или на специальных таких стульчиках, как позже выяснилось, они называются, за яйцом, значит, сидят на полу, на этих стульчиках, разливают свой чай, и это все очень сильно с ними бьется. Да, это какая-то китайская, японская, господи, прости, я не помню страну, откуда это идет. Все это очень бьется. И мы предлагаем им вот такое решение. Давайте мы вам вот здесь, вот возле окна, да, красным квадратиком выделено, устроим такой подиум. На подиум, ну, это как будто бы на полу сидеть, но только на подиуме. Кажется, еще гораздо более прикольно, приятно. Да, не просто на полу холодом, а у тебя целый подиум пол, на который можно сидеть. Вообще потрясающе. Вот, и вообще я очень люблю подиумы. Вот, значит, мы на этот подиум ставим низкий китайско-японский столик, значит, дайте стулья зайцу, чтобы на них тоже можно было присесть. И вот, пожалуйста, у вас появляется возле окна шикарная зона для тех, кто сейчас хочет пить чай, да, и вот в этой традиции участвовать в разливании чая, в этой медитации. Вот, значит, так появилась чайная зона. Следующий момент, мы, значит, другой ракурс еще покажу, вот как это выглядит. Тут у них, я уже не помню, вот этот или тренажер, он имеет какое-то имя, типа Федор или как-то так, и вот это растение тоже было, что-то типа Петр. В общем, здесь вот у нас пространство для чаепития с Федором и Петром, но условно, не помню, как точно из-за, вот это мы не могли оттуда убрать. Это член семьи, два члена семьи. Значит, следующий момент, про бар, да, мы думаем, вот они так страстно говорят о том, что они очень любят встречать гостей, любят мешать коктейли, и говорят, сами было бы классно, если бы у нас был бар. Ну, и, собственно, я им говорю, так давайте мы вам построим бар, почему бы и нет. Значит, каким образом мы это делаем? Вот здесь вот в кухне. Здесь очень важный момент, да, здесь многие из вас дизайнеры, и поэтому я на это внимание обращу. То есть вот здесь вот этот бар, он стоит строго по оси вот с этим проходом, да, чтобы мы вот здесь вот четенько по оси всегда этот бар наблюдали. Значит, как мы это планируем сделать? Мы выстраиваем короб, это будет не настоящий бар, но, значит, мы выстраиваем здесь вот короб, внутри него, то есть это такая малюсенькая комнатушка, ну, даже не комнатушка, а ниша, бар-ниша, вот так, но с грандиозными идеями. Значит, там внутри организован, собственно, бар. Вот все, все для вина, винный холодильник, бокалы, бутылки, вот это вот все. Вот, а внешне мы предложили, вдохновленные Нижним Новгородом, вот сюда в качестве дверей поставить настоящие межкомнатные, входные, не межкомнатные, настоящие входные двери со стеклом, чтобы они были мощные, чтобы они были такие массивные, чтобы они были состаренные, чтобы они такие, как будто бы очень тяжело открывались, как будто бы мы реально в этот бар входим. Ну, круто же, просто, вообще, сама до сих пор, для этой идеи. Вот, то есть вот так вот это было бы, выглядело бы внешне, да, и вот этот бар открылся, и там такой, тадам, там даже можно светомузыку, какие-то подсветки сделать, и так далее. То есть у нас здесь огромное количество бокалов стоит, да, ну, здесь все их вина и так далее. Вот, у них здесь будет своя маленькая мойка, потому что нам объяснили, что бокалы нужно все время споласкивать, шейкер споласкивать, иногда надо просто куда-то воду добавить и так далее. И отсюда Михаил не должен уходить к раковине. Вот здесь у него, значит, кран, здесь у него своя небольшая мойка, здесь все действие и происходит. Вот, вот здесь у него есть небольшая, ну, как небольшая, там, ну, сантиметров 80-90 рабочая поверхность, на которую он может это все мешать, да, мы в качестве заднего фона делаем такое классное состаренное стекло, чтобы было ощущение, что пространство куда-то уходит, чтобы была там подсветка, чтобы какая-то игра была. Вот. Еще один важный момент, сейчас посмотрю, да, то есть вот здесь вот видите, да, планировка, вот этот бар у нас, вот стол перед ним дальше встанет, вот здесь вот его видно, да, то есть вот у нас стол, вот наш бар, бар, двери открываются, и получается между баром и вот этим столом наш хозяин располагается. И здесь такой нюанс, когда он разворачивается к людям, да, мы предполагаем, что кто-то вот здесь сидит, кто-то вот здесь сидит, все-таки мы не могли полностью бар, да, организовать, но имитировали. Значит, когда он вот сюда разворачивается, то есть вот в этом пространстве, ну, понимаете, да, ориентируйте, что это вот напротив, вот здесь вот бар. В общем, он разворачивается, и он должен удобно подавать гостям свои коктейли. И мы подумали, что вообще неудобно, если там будут вот такие стулья, их не задвинуть, ничего с ними не сделать. Вот, поэтому мы здесь ему, им предложили организовать вот такую скамейку. То есть он подходит, разворачивается вот здесь, скамейку, значит, коленком под стол, хоп, задвинул, ее как будто бы и нет, и она не мешается. Да, это казалось бы мелочь, но это так важно. Это, это, вот эта вот продуманность, да, вот эта эргономика, это очень важно. Продумать, присчитать, как они будут жить, как он ее коленочком, эту скамейку, хоп, и задвинул, как он эти бокалы, хоп, и своим гостям подает. Да, вот это все прочувствовать очень важно. Дальше, дублируется слайд, ну, окей. Следующий момент, мы думали о том, как же нам интегрировать вот этот танец, да, Ирины, и мы поняли, что самое лучшее, что мы можем сделать, это добавить его в виде страстного цвета, да, то есть такой вот, у нас весь интерьер, в общем-то, достаточно нейтральный, да, вот по этой картинке мы видим, что он такой светлый, там где-то с деревом, где-то еще что-то, вот, но при этом в качестве яркого, красного, страстного акцента у нас использована, ну, мебель, да, допустим, у нас вот такой красный алый диван в зоне гостиной, это как сердце дома, мы его еще презентовали, да, и вот этот цвет страсти, на него хочется сесть, при этом, когда мы на нем сидим, он уже там не раздражает, как иногда кажется, да, что какой-то там красный цвет будет раздражать, вот, мы его видим, но когда на него сидимся, больше его не видим, и все прекрасно, вот, у нас там красные стулья, красное кресло в кабинете, вот, значит, еще такой момент, когда мы с ними разговаривали, они нам говорят, мы у них расспрашиваем, как вы живете, как еще что-то, вот, и помимо того, что у них есть член семьи, условный Федор, который беговая дорожка, да, и цветок, которого там мы Петр, да, условно назвали, за которым ухаживают, разговаривают, который у нас там в чайной зоне поселился, значит, помимо всего этого, у них есть еще один член семьи, которого зовут Герман, вот он, и они говорят, что Герман помогает нам спустить пар, поэтому его тоже нужно в интерьер как-то вот встроить, мы от него никогда не откажемся, когда на работу сильно достают, мы достаем Германа, вот, и это важно, не очень, казалось бы, опять же, ну, как это вообще к интерьеру относится, а это самым прямым образом относится к интерьеру, понимание, как они живут, что они в этом интерьере делают, как они пар спускают, в конце концов. Хорошо, давайте тогда переходим к третьей истории, раз вопросов особо нет. Третья история, она со странностями. Значит, у нас проект удаленный, мы ведем его, а, ну, тот был в Нижнем Новгороде, да, этот проект у нас в Москве, и это моя заказчица, Ирина, еще одна, и она, ну, такая творческая, знаете, вот такая немножко на меня похожа, те, кто там меня знает, да, в курсе, что я там астролог, аэролог, не так, чтобы я сильно, ну, там, вселенная, связь, значит, так было нужно, значит, это мой крест, и вот это вот все мне, в общем-то, свойственно, в какой-то степени, и она такая же. Вот, и, значит, мы с ней встречаемся, я смотрю на нее, она приезжает к нам в Екатеринбург, так мы знакомимся лично, у нее, она здесь была в командировке, вот, и я смотрю на нее, я размышляю, кто она, какая она, она очень, такая, изящная, очень красивая, у нее всегда вот так вот волосы убраны, в такую, как-то, кралька как-то неизящно звучит, да, вот у нее вот какая-то вот красивая такая кралька, как, знаете, как вот у женщины с очень хорошим воспитанием, вот эта вот осанка, такие плавные движения, такие у нее сережки, ручной работы, какие-то, какие-то металлические, такие круглые, этнические, вот что-то такое, там, кулон, какие-то украшения, и она вся такая очень красивая, и немножко такая благородная, да, вот это вот какое-то прямо благородство в ней, как будто она дворянка, что ли, вот что-то такое, вот, и я когда начала думать о том, какой она интерьер, первое, что мне пришло в голову, это Альфонс Муха, был такой художник классный, он рисовал разные плакаты, афиши, и работал он в стиле Арнуво, вы его наверняка плакаты видели, я, к сожалению, тут не поставила в презентацию их, по глупости, а так вы бы поняли. В общем, она мне напомнила образ женщины с его полотен, Альфонс Муха, Арнуво, вот, и поэтому весь интерьер мы стали строить, как такой очень современный, с элементами Арнуво, еще она рассказала, что она очень любит свечи благовония, и я в этот момент вспомнила, что он рисовал плакаты для духов, которые были по всему городу развешаны, и эти плакаты были настолько классными, что люди их со стен срывали, и несли домой в качестве картины, использовали, вот, и мне показалось, что, ну, прям прямая связь какая-то, да, муха, Арнуво, Ирина, ароматы, изящность, плавность, и вот это вот все, и вот здесь, значит, ее интерьер. Да, здесь вот у нас остров, за остров такая Арнувошная барная стойка, камин, сузор, тут, кстати, очень маленькая площадь, я, по-моему, вам планировку не покажу, но тут квартира-студия, там 27 квадратных метров, у нас все объединено, тут очень крутая планировка, с точки зрения осей, эргономики, каждый сантиметр, и просчитан, рассчитан, логистика, как там передавигация, как здесь, что, где что будет храниться, в общем, все прямо, муа, прямо вот шахматы, прямо, уф, очень крутой. Вот, и, значит, вот, мы видим вот эти картинки, и в какой-то момент мы встаем в коридоре, мы никак не можем придумать прихожую, вот просто встали и все, вроде все логично, вроде мы предлагаем, как бы, ну, такие логичные продолжения того, что у нас в основных зонах. А она говорит, Света, портал хочу, вот такой. Я говорю, ага, портал. Ну, говорю, подождите, у нас один портал уже есть, вот в виде камина. Она говорит, тут портал хороший, вот хочу такие вот порталы. Вот кто бы говорит, захожу домой, и как в соседнюю реальность переключать. Вот, вот вообще, как будто бы вот в другой мир попадает. Вот прям портал, который засасывает. Вот, и присылает вот эти вот референсы. Значит, мы на это смотрим. Смотрим и не понимаем, что с этим делать-то вообще. Как вот это вот все в наше арнуво, в наш классический интерьер, значит, открываем наш интерьер, собственно, вот у нас с правой стороны наша кухня, наш шикарный приставной столоостров, да, там люстра, рисунки, орнаменты, мозаики, и тут бах, портал. Ну, она говорит, может распечатать какие-то вот фотобои, чтобы вот он нас встречал. А, и вот такие, да, вот, тут прям вот самое то, вот наш интерьер, и вот это вот, вот вообще. Окей. Время паузы, я дышу, сейчас буду думать, что же делать, как же быть. Месяц, наверное, или около того, я просто оккубатурила. Какой портал? Что за портал? Как это сделать? Как можно эту реальность куда-то там вписать? Как это все вообще? И тут нельзя спошлить. Тут нельзя сделать как-то вот в фотообои, да? Невозможно это сделать. Это будет просто, просто взрыв мозга. Тебе, здрасте, что это вообще? Как это сделано? В общем, вообще непонятно, как решить эту задачу. При этом я там ее образ вспоминаю. Какая она плавная, какая она, какая-то вот такая вот немножко такая туманная, что ли. Вот, какая она, какая она, что за портал, что же делать, как же быть? И в общем, в какой-то момент мы находим вот такое зеркало. Ну, я нахожу вот такое зеркало. То есть, оно затертое по периметру, да? И вот это отражение в зеркале, оно начинает проявляться только где-то в центре, да? Как будто бы прям повисает, я не знаю, прям как такое зеркало-призрак или портал. Вот. Мы, значит, ей эту тему предлагаем, делаем ей эскиз. Напротив входа в квартиру размещаем это зеркало в арт-декошной раме, естественно, да? Оно по периметру вот прозрачное, за ним подсветка, еще сильнее за ним, в смысле на стене, мы размещаем арт-декошный рисунок. Вот. И получается, у нас здесь нет там такой реализации, визуализации, но вот вы представьте, да, когда у нас сейчас здесь на картинке день, а вы представьте, что она туда приходит вечером, после работы, допустим, в 8 часов вечера, она включает не весь верхний свет, она включает только подсветку за этим зеркалом. А, представляете, это же просто бомба! Ну вот мне кажется, что это просто офигеть, как круто! Это реально портал. Такое зеркало, которое такое... А, блин. Круто? Круто! Круто же, круто! Ну, то есть, рама деревянная, без проблем. Зеркало, по сути, это обычное зеркало, но сзади вот этот слой амальгамы, он затирается. Это тоже не проблема. Это заказная позиция, да, плюс сзади делается подсветка, но это все абсолютно технически реализуемо. Собственно, поэтому мы использовали вначале вот это же фотография, это реальное зеркало. Вот. Это творческая задача. Очень часто такое бывает с поставщиками, да, когда к ним приходишь, вот такое зеркало, надо говорить, здрасте, приехали, мы такое не умеем. И мы как бы начинаем с него взгляд, ребят, если вам заказ нужен, то давайте мы включим голову и будем что-то с этим делать. Если им реально нужны деньги, и если они творческие ребята, если они свою работу любят, то всегда найдется какой-то классный исполнитель. Вот немножко такой же ку-ку, может быть, как мы, да, которому прикольно будет. Вот. Поэтому реализовать можно плюс-минус любую идею. Тут, конечно, вопрос финансов, да, в какую сумму это встанет. Хотя такой есть парадокс. Очень часто какие-то грандиозные идеи, они реализуются вообще за две копейки. Вот. Здесь самое дорогое, это, по сути, рама деревянная. Но ее можно где-нибудь на Авито найти. Мы, кстати, искали на Авито, готовы. Вот. Поэтому все реализуемо. Обязательно в дизайн-проекте все должно быть реализуемо. Где-то там в начале я вам показывала дизайн-проект, один из первых. Ну, кстати, давайте для контрасту. Сейчас глянем. Вот здесь вот я не сильно задумывалась, как вот эту вот фигню реализовать. Ну, я там примерно такая, ну, я в кухнях работала, я работала в корпусной мебели, проектировала кухни, продавала их в салоне сколько-то, 19 лет. Вот. Поэтому у меня очень мощная база по корпусной мебели, я в ней хорошо разбираюсь. Вот. И тут я такая думаю, ну, допустим, вот эти деревяшки, это будет какое-нибудь ДСП оранжевое найдем. А вот это вот беленькое, это будет, например, стекломито-кривое. Вот и все. Что тут у нас площадь в кухне 6 квадратных метров, и я наворачивала здесь вот эти вот штуки, они меняют, мало интересовало. Меня интересовала композиция. Ну, какая нафиг композиция? Меня интересовала амбиция свою реализовать. Вот. И здесь. А уже более сложные решения. И здесь все четенько, все четенько просчитано. Мы понимаем, как это можно сделать. На самом деле, дизайнер должен быть хорошим психологом. Он должен быть, мы должны быть очень эмпатичны. и вообще-то нет большого секрета. Их правды просто надо слушать. Прям вот слушать каждое слово, которое они говорят, впитывать. Они не говорят ни одного слова мимо. Они не говорят ни одного слова зря. Да? Они могут говорить, вы знаете, вот я сейчас скажу, но это не важно. Это капец, как важно будет. Это будет очень важно. Да? или они там, ну, мы отмечу вот это, вот это, вот это. Ну, это, наверное, не важно. Вот это важно. Каждое слово важно. Все, что они в техническое задание пишут, важно. Если заказчик говорит, это уже счастье. У нас тут появился новый проект, и этот проект для детей. То есть покупаются квартиры для детей, которые в будущем будут в них жить. Вот. И там дети вообще ничего не говорят. Они, ну, нам, что вам надо? Ну, кровать, комод. Вот такое объяснение, когда заказчик говорит, так, мне нужен в спальну кровать, комод, шкаф. Я видела шкаф вот с таким вот механизмом, который опускается. Вот мне нужен вот такой механизм. И сторой блэкаут. Ну, вроде как нормальное техническое задание, но мне из такого задания непонятно, простите, ни хрена. Я не понимаю, вообще ничего. Вообще. И даже если она еще добавит, типа, и камин в спальню хочу. Вот мне вообще ничего не понятно. Я не понимаю вообще, что после этого делать. я начинаю разбираться, а как вы в спальне живете? А вы читаете в кровати? А как бы вам нравилось? А вот вам нравится больше в темноте засыпать, или вам нравится светлое пространство? А может быть там, не знаю, а как вы к зеркалам относитесь? А вот этот камин, он для вас что будет означать? А почему он будет в спальной комнате? А дети к вам приходят, если вы спите? А как вы спите? И вот это вот все-все-все-все-все. Допустим, вот в Нижнем Новгороде там тоже были интересные нюансы про спальню, как пример. Они говорят, в спальне есть только две функции у нас. Сон и секс. Все. Поэтому у них там только кровать, только шкаф и тумбочки прикроватные. У них, значит, установлены блэкаут, шторы. У них нет, нет, по одной розетке стоит возле кровати на всякий случай. Они говорят, телефонов, гаджетов в спальной быть не должно. Она должна быть для сна. Поэтому в итоге там спальная комната, она такая темная, серая. Потому что это сон и секс, как нам сказали, я вам так и передаю. И, допустим, там рассказывали про то, что для них важны циркадные ритмы, когда там в какое время какие гормоны вырабатываются, какие витаминки они на ночь пьют, сколько они спать, ложатся и так далее. Вот это, представляете, как классно и как интересно. И каждое желание его можно интегрировать. Ну, там, в том случае, да, мы хотели использовать там, почему хотели. Потому что, как я уже сказала, там, заказчики, они айтишники, а что у нас произошло с айтишниками, мы все плюс-минус, да, знаем. Многие из них уехали. Вот эти заказчики, к сожалению, большому тоже уехали. Мы начали реализацию, но 25 февраля они уже были не в России. Вот поэтому реализация на данный момент заморожена. Вот. Но мы хотели им, значит, ставить специальные лампочки, которые меняют там температуру каким-то образом, потому что они говорят, просыпаться надо правильно, надо засыпать нужно правильно, чтобы мелатонин правильно вырабатывался. У них там должны были быть электрокарнизы на шторы, которые тоже должны были быть там по определенному времени реагировать. У них должна была быть какая-то система ионизации воздуха в спальной комнате, чтобы они спали и воздух был как в горах. Вот. И какие-то там, в общем, вот такие много разных фишек про то, как они живут, про то, что для них важно. И это, собственно, и важно в заказчиках. Так вот, тут будет маленькая сейчас финалочка. Так вот, когда заказчик условно говорит нам, угадай, что я хочу, мы должны понимать, что они должны, они хотят, чтобы их дом о них заботился. Будет ли это в виде пуфика, да, при входе, на который можно присесть и обувь одеть, или это будут циркадные лампочки в потолке. Они хотят, чтобы их дом о них заботился. Именно о них, с их потребностями, с их желаниями, с их особенностями, с их там вот совсем их. Они хотят, чтобы когда они заходят в ванную комнату, им было красиво. Их встречало какое-то шикарное резное зеркало, да, и их эта ситуация радовала. Они утром разрываются, приходят, им красиво. Их радует, их ванная комната, им классно. Они хотят, это вот тоже проект из Нижнего Новгорода, с другой стороны, напротив дивана. Они хотят вечером вдвоём с мужем, муж с женой, сесть возле камина, зажечь биокамин, да, окей, он не настоящий. Но сесть возле своего Нижненовгородского шикарного, красивого камина, который интегрирован, вообще просто суперэкликтичный интерьер, да, с японскими мотивами, с мотивами там общественного пространства в виде бара, с какими-то современными. элементами в интерьере. Они хотят сесть возле своего Нижнегородского классного камина, какого-то там, вот как будто бы старинного, зажечь совершенно современный биокамин, где горит биоэтанол и превращается в парк. Сидеть и наблюдать за огнём, беседовать и рассказывать друг другу какие-то истории. Они, например, хотят изумрудный диван. Это проект White Tower, это первая история, про остров, про круглый стол, это вот продолжение этой комнаты. Она в данном случае хотела зелёный диван. Я говорила, я всю жизнь мечтала о камине, поэтому здесь тоже появился камин. Они хотят круглые формы, они кажутся им наиболее приятными, поэтому круглый стол, полукруглый, обтекаемый диван, круглый камин с закруглёнными, здесь не видно, но здесь вот такие закруглённые уголочки, круглый ковёр, который мы заказали из Индии, и нам этот ковёр ткали и сушили под индийским солнцем и высылали нам картинки, как этот ковёр растянут на какой-то огромном, на огромном пяльце для ковров, вот, и он там сушился. Так вот, они всё это хотят, и они обо всём об этом рассказывают, если их слышат. И в конце концов, иногда они хотят убить Герму, и поэтому им его нужно дать. Тогда они будут сколько-то счастливы, тогда они будут нам благодарны. Так вот, сейчас будет чуть-чуть, ну, или мы можем, если у кого-то есть что сказать, мы можем вас, я бы вас хотела послушать. Если нет, то сейчас будет три минуты про школу и про то, как и почему вам может быть это полезно, да. То есть, если вы хотите развиваться в дизайне, если вы хотите чему-то учиться, то я бы вам рассказала немножко про школу. Сейчас есть такая штука, которая называется глубинное интервью. Ну, и, кстати, сейчас это будет завязано как раз-таки на то, как это всё будет преподаваться в школе, да, и то, как мы вообще ведём проекты. То есть, по большому счёту, всё, что будет в школе, это ровно то, как мы проекты создаём. И первое, что мы делаем, это глубинное интервью. У нас есть техническое задание на проектирование, которое можно заполнить просто механически заказчику, а можно с ним сесть и разговаривать. И спрашивать у него, какой вам нужен стол? Они говорят, круглый на шесть человек. А почему круглый? Ну, потому что вот кто-то. Ну, на шесть человек, да, когда вас двоены. Ну, потому что гости часто приходят. А когда гости приходят, вы чем занимаетесь? Ну, сидим, обедаем, ужин сервируем. Как вы его сервируете? Ну, мы любим прям вот красиво украсить, красиво там котлеты положить, да, и вот это вот всё. Значит, бокалы поставить, цветы обязательно в доме должны быть. Вы понимаете, просто от того, какой стол, мы начинаем развивать всю эту историю. И в голове рисуются картинки, как они этот вечер проводят. Да, дальше мы спрашиваем, там, вы весь день, весь вечер сидите за этим. Ну, нет, потом там идём в инстульные игры играть. Мы с каждого предмета интерьера отталкиваемся и спрашиваем, как вы с этим предметом живёте. Дальше, да, складывается просто какое-то впечатление. И на самом деле кажется, что это на интуиции. Но это, наверное, на интуиции до тех пор, пока этому не найдено объяснение. По сути, если внимательно слушать, да, там, заказчиков из Нижнего Новгорода про их бар, я ведь ничего такого не придумывала. Я их просто слушала. И всё время слушала, а как их слова превратить в интерьер? Вот они говорят, а вот бы у нас бар был. Окей, давайте подумаем над тем, как вам этот бар сделать. И рождается идея. Да, и, кстати, когда мы отправили вот эти двери входные на баре, нам заказчица Ирина скидывала фотографию, она говорит, мы безумно любим все эти двери, и в каждом путешествии у нас там по 10 фотографий на фоне каких-нибудь старинных дверей. И она нам прямо в чат это скидывала. Я говорю, как вы угадали? Как вы угадали? А я не знаю, как мы это угадали. Мы просто их внимательно слушали. У нас было просто классное техническое задание. Мы просто развивали идею. Мы раскручивали их историю. Мы мыслили немножко иначе. Мы мыслили не от того, что мы искали какие-то где-то референсы. То есть есть такой подход к проектированию. Три подхода к проектированию, как, например, Иван говорит, первое, там высасывать из пальца. Это вот я, кстати, высасывала из пальца, там, где первые вот эти интерьеры мои были. Сейчас найду. Или нет? А вот. То есть вот этот интерьер, он из пальца высасывал. Смотри, о, прикольно. Бах, бах, бах. Второй подход к проектированию это скопировать где-то какую-то, чью-то найти идею, какую-то картинку вдохновляющую, и ее просто взять и бахнуть в интерьер. Типа, о, прикольно. Смотрите, как красиво. Ну, действительно же красиво, может быть. И третий подход к проектированию это концептуальный дизайн. Это когда мы включаем голову, мы начинаем размышлять, а что там важно, что он говорил, а как это, в какие формы это перетекает. И вот именно этому мы, собственно, будем в школе учиться. Мы будем на конкретных заказчиках, на конкретных примерах, на конкретно себе брать и разбирать, брать за основу, находить какое-то ядро, какую-то историю и думать, какой она формы, какого она цвета, какая она по настроению, а что это может значить на ощущениях. И вот это самое важное, мыслить изнутри, изнутри своего заказчика, просто брать и чувствовать, какой он. Ну, и ему, конечно, можно задавать наводящие вопросы. Обычно у нас есть одно глубинное интервью в студии, мы заполняем вместе техническое задание, создается какой-то образ, какое-то впечатление об этом заказчике. И далее на основе этого образа и этого впечатления начинает раскручиваться интерьер. Мы параллельно иногда задаем какие-то дополнительные вопросы, иногда не задаем и просто выстреливает концепцию, иногда вообще-то и не выстреливает. Бывает всяко, но в основном это так. Ну, и там, где мы проектировали по 9 месяцев, конечно, мы очень много с заказчиками общались. Они постоянно с нами, они могут нам в любой момент отправить какие-то свои мысли, свои идеи, что им что-то понравилось, что они чем-то были впечатлены, куда они там ходили и так далее. У нас очень близкие с заказчиками, как правило, отношения. Хотя как? Когда я в личном, когда я работала одна, у меня были очень близкие отношения с заказчиками. Сейчас эта дистанция немножечко есть, и она такая нормальная. в том смысле, что это не холодность, но все-таки некое расстояние. И, в принципе, на этом расстоянии точно так же получаются классные проекты. Они с нами приходят и говорят, что они хотят. Только слушать, слушать, фиксировать и мыслить, разворачивать мозг в сторону мышления. Значит, смотрите, сейчас будет просто такой экскурс прямо в курс, в мой подход и, как выяснилось, в подход Ивана. Сейчас, я запрендую, что тут у нас? А, да. Так вот, есть пошаговая технология создания проекта. Я никогда ни в какой студии не работала. то есть 17 лет мне было. Я пошла учиться в колледж. Через год я его бросила, потому что меня в 18 взяли руководителем салона кухонь. И я решила, нафиг мне вся эта ваша учеба, если я сейчас уже руководитель, вот, а не вот это вот все рисовать, яблочки. Вот. Это была, может быть, ошибка, может быть, нет. Вот. Ну, в общем, я начала проектировать кухни и начала, в общем, как-то пытаться делать какой-то дизайн. Да, в какой-то момент я там вернулась на учебу, еще раз отучилась уже там в другом институте, снова его, кстати, не закончила, бросила, потому что у меня шел авторский надзор на квартире, которая сто квадратных метров была. И я решила, что это и будет моя дипломная работа вместо цветочного киоска, который предлагалось сделать в качестве дипломной работы в университете. Вот. Значит, дальше. Никогда ни под чьим началом, я не работала, ни в одной студии. Мне вообще казалось, что у меня недостаточно знаний, что я как бы недостойна быть дизайнером, я уже об этом говорила, что я говорю, ну как, как я освою-то, что это, это же вообще вот, я тут тихонечко в стороне, что-то буду делать, вроде как, ну вот, вот приходят какие-то люди ко мне, мы с ними что-то находим вообще, но это наш с ними секрет, что я дизайнер, они знают, но мы никому об этом не расскажем, что-то получается, но очень страшно, блин, рассказать кому. Вот, поэтому, я такая тихушница была, дизайнер-тихушница, которая в себя сильно-сильно не верит, но просто завернута, повернута, помешанная на дизайн, и все время я что-то искала, думала, как усовершенствовать, а как сделать лучше, и мне всегда казалось, что по-любому моя система, она неправильная, вот то, как я делаю, это, наверное, неправильно, да, и наверняка люди, все остальные дизайнеры, они знают, как правильно, а вот я не знаю, но прийти к ним и спросить у них, как они это делают, я не могла, потому что мне было, ну, стремновато, типа, ну, я приду куда-то там в студию, мне скажут, кто такая вообще, у тебя какой-то вообще ку-ку по голове, мы вообще по-другому работаем, есть там определенная технология, делай раз, делай два, делай три, вот, а я в своей истории как-то вот варилась, варилась, мне прикольно было, я понимала, что я расту, да, в какой-то момент я там уже в себя верить начала, вот, и вот это моя история, технология создания проекта, она, ну, вот как-то она вот сама по себе выработалась, да, я думала, ну, наверное, я такая одна, пока вдруг не оказалось, что, ну, вот когда Иван меня пригласил к себе в студию, мы с ним начали общаться, и мы поняли, что у нас с ним очень схожие подходы, при том, что, ну, как бы, его путь там в дизайне 22 года назад начался, и он там вообще по Екатеринбургу, он, конечно, просто вообще монстр, я такой, я тихушник, задрот такой, сумасшедший, сам в себе, никуда я особо не лезу, ничего не делаю, просто вот у меня свой мир, и мне в нем классно, и заказчикам моим в нем классно, вот, а Иван, это прям такая грандиозная личность, там все, все объемлющие, всякие форумы, ютубы, журналы, признания, вот, в общем, вот он такой, и когда мы с ним познакомились, и в первый раз пообщались, то вдруг выяснилось, что мы очень похожи в этих подходах, хотя, как бы, нигде никак никто с ним ни с кем не соприкасался, вот, и однажды, чтобы подтвердить, что это, как бы, история не при том, что я это, там, вот сейчас, да, так обнаружил, смотрите, у меня здесь скрин, я его сегодня нашла, 10 декабря 2021 года, это когда мы еще с Иваном не работали, но он тогда уже вел школу, и я смотрела его эфиры, и вот себе в сторис его продублировала, типа, ребят, вот мне кажется, прям вот классный чувак, пообратите внимание те, кто хочет там учиться или еще что-то, вот, и к нему, кстати, пошла учиться моя одна подруга, те, кто на меня подписан, знают ее, Юля такая эффектная, шикарная женщина, в общем, она от него училась, отучилась, и сейчас я говорила уже, что у меня своя реализация идет, так вот, технология, первое, это техническое задание, здесь нужен классный бриф и интервью, да, когда мы заказчику спрашиваем, кто вы, что вы, как вы, почему круглый стол, почему квадратный стол, почему треугольник, что за форма, что он для вас значит, может, она нам спирамиды ассоциируется, почему спирамиды ассоциируется, ну, Египет любит, Египет любит, почему любите Египет, ну, потому что, там, тепло и кошки, кошки, ну, и так далее, да, то есть, это техническое задание, и прям залезть в него, в самую суть, ну, а почему, а почему, как деть, а почему, а почему, а почему, а почему, А почему и докапываешься до какой-то сути? Так вот, техническое задание, то, как его проводить, то, как выявлять вот эти вот потребности на конкретных примерах. Мы будем разбирать вообще все наше техническое задание от и до полностью. Да, и здесь такой классный есть вопрос, который вот я все время задаю своим заказчикам. Как вы хотите жить? Как вам жить хочется? Как вас будет переть жить? Вот какая должна быть кухня, чтобы вас прям пёрло-пёрло, чтобы вы такие, ненавижу готовить вчера, а сегодня на этой кухне, капец, пойду и приготовлю что-то. Вот это что за кухня? Какая она должна быть? Ну почему на ней должно быть классно? Да, ну вот пойди, заставь меня готовить. Вот какая ты должна быть? Блин, она нужна для тебя тактильно приятная. Она нужна быть где-то вот с каким-нибудь металлом. Прям вот, чтобы, да, функциональная, чтобы чертовски красивая. Какая-то вот такая вот дутая, но современная. Ну это я сейчас свои картинки, вы их не увидите. Но представляю, да, в голове, как бы я хотела готовить и где бы я хотела готовить. А ещё чтобы я была обращена при этом в пространство, где всё основное действие происходит, а не должны в стену упереться. Вот. Техническое задание. Как он хочет жить, что для него важно. Там базовые вопросы, но мы будем учиться эти базовые вопросы раскручивать, чтобы до самого сердечка докопаться у заказчика. Вот, значит, первое – это техническое задание. Понять, кто перед тобой, что за человек. Потом следующий этап – это создание планировочного решения. Блин, и планировка – это ещё один просто отдельный вид наслаждения. Вот кто играл когда-то в шахматы в детстве, кто помнит, как это... И когда у тебя мозги такие... И там ходы такие... Нет, назад. Назад. О, смотрели фильм «Ход королевы», да, когда она лежала, засыпала, и у неё на потолке была такая доска игральная, и вот она ход сделала и думает, что дальше будет. И всё прямо кипят мозги. Это так приятно. Они так приятно шуршат в голове. Это прямо вот... Вот, значит, планировку мы будем очень основательно разбирать. Мы будем про законы композиции, про фокусные точки, про эргономику, про нормы, про снипы, про вообще про всё. Мы будем на конкретных примерах, на примере наших проектов, где мы считаем, что планировка гениальна. Мы будем их открывать и прямо пошагово разбирать, где, что, как и почему было сделано. Почему мы здесь приняли решение напротив входа что-то поставить? Почему мы здесь напротив входа оставили пустым, да, и сместили фокус зрения направо, потому что нам так и там нужно было? Почему вот здесь такого размера? Обратите внимание, проход там 800, почему здесь дверь на 700 и так далее? То есть мы прямо всё досконально до косточки, до косточки, до мелочи, до миллиметрика будем это всё рассказывать. Это прям вот отдельный вид оргазма. Блин, я не знаю, удовольствие, не выноси, аж слёнки текут, когда планировка выверена и когда ты её рассказываешь. Когда тебе заказчик спрашивает у тебя, Света, а почему вот так? Садитесь сейчас, я вам всё расскажу. Внимательно, значит, смотрите. Потому что и у тебя просто пункт по всем аргументам, по композиции, эргономике, вот это вот всё-всё-всё-всё-всё, и ты, на самом деле, расписываешь, 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 вот видите, вот это, видите, вот это вот так, а вот это вот так будет работать, и вот это, блин. И вот эти глаза заказчика, когда он такой, ага. У него даже мысли не возникает что-то изменить в этой планировке после этого. Вот, в общем, мы с вами будем планировку всю разбирать. Ещё там зонирование есть, ну, бытовая логика, короче, куча всего. Вот, значит, это планировка. Следующий шаг создания дизайн-проекта – это концепция. Концепция, она же идея, да, вот идея. Да, мы вспоминаем вот это техническое задание, вытаскиваем его, накладываем на… Вот эти все его «хочу», накладываем на планировку, ну, примерно. И понимаем, по сути, кто этот человек, для которого мы создаём проект, мы создаём про него историю, да, историю про бар или историю про зеркало-портал или историю про остров, стол там и так далее. И просто рассказываем, как это будет развиваться в его жизни, как он там будет жить, почему это будет так, как он себя будет в этом чувствовать, что это вообще за история, да, вот бар, домашний бар, почему бы и нет. Вот, мы будем этому учиться. Мы будем… Там прямо трещат мозги обычно. У меня до сих пор трещат. Когда ты пытаешься, это, знаете, как… Типа у тебя вот есть текст, который ты хочешь выложить, да, вот есть прямо… Ты понимаешь, что ты хочешь донести, а тебе надо тему придумать. И вот это вот сложно. Вот просто там три слова должно быть вначале. Какая-то тема, какая-то идея. Это довольно сложно, но прикольно. Потому что когда она проявляется… Вы знаете, в Телеграме есть такие исчезающие сообщения, на которые надо нажать, и они проясняются. Так вот эта вот тема, да, она такая мерцает, 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 мерцает. Ты ее не видишь, а когда ты ее находишь, такая хоп, проявилась. И все, после этого потекло, весь интерьер сразу же становится ясным. А, форма тогда такая, а, цвета тогда такие, а настроение вот это, а диван вот этот сюда подойдет, и вот это все. Баги. Вот, должна быть обязательно идея. Без идеи интерьер просто ремонт. Да, очень хорошее свое существование. Так вот, значит, идея, она же концепция. Дальше мы будем разбирать все на чертежах, все чертежи. Что такое мерный план, как он делается? А, ну, кстати, вначале мы с студентами поедем на замер и будем показывать нюансы, как правильно этот замер делается. То есть вот в этом потоке у нас очень много нововведений. В предыдущих потоках этого не было. Да, мы поедем на живой замер. Как фиксировать? Какие нюансы по замеру есть? Как измерять? Как перепроверять? С каких углов действительно надо сфотографировать, чтобы все было на месте? Вот. Ну, короче, вот. То есть чертежи. Там обмерный план, план расстановки мебели. Какие нюансы на этом плане должны быть отражены? План укладки полов, потолков, развертки стен, электрика, освещение и так далее, и так далее. И для каждого чертежа мы будем разбирать логику. Допустим, если мы разбираем сегодня чертеж по электрике, то мы разбираем логику создания электрики. Типа где розетки быть должны? Какие они бывают? Да для чего они такие бывают? А действительно ли нужно ставить USB-розетки в то время, когда от USB весь мир отказывается, да, к примеру, сейчас? А действительно ли до сих пор нужна розетка, вот эта вот маленькая, кругленькая, за телевизором, телевизионная и так далее? А какие бывают вообще там мастер-выключатели? А зачем демируемое освещение? Ну, то есть мы это все будем подробно разбирать. Или там логику освещения. Когда будем разбирать освещение, будем разбирать логику. Где, как, куда и до чего ставятся люстры? Ну, тут такая, просто первое, что в голову приходит, да, что, например, люстра над обеденным столом должна быть. Это логично. Она как восклицательный знак над столом. Она говорит, здесь, здесь, тадам. Вот. А где-то там в другом. И она должна быть именно над обеденным столом, чтобы вы понимали, да, ни с левой, ни с правой. Вот. Такие вот моменты мы будем разбирать. Где, что, какие люстры бывают, как можно сочетать разные виды освещения. Вот. Это тоже будет такая более глубокая лекция. Дальше. Комплектация. Здесь мы будем разбирать, как правильно дизайн проект создается. Точнее, как он правильно комплектуется, как нам понимает бюджет. И, кстати, у нас будет крутая лекция от строителя. Он приедет и расскажет сразу же на этапе планировки, как можно отразить, как можно предотвратить удорожание проекта. И расскажет. Это просто потрясающе. Я сама это три дня назад только узнала, да. Я скидывала свой телеграм-канал. Вот это коротенькое видео. У нас было полтора часа или там час он нам все это рассказывал. Я все смонтировала в три минутки. Вот там можно будет глянуть. Ну, и просто капец как интересно, да. Как там двери, невидимка, помимо того, что она сама по себе дороже, как она сильно удорожает реализацию проекта в дальнейшем. Потому что, оказывается, все стены надо выровнять. Для проемов там особая подготовка. Ну, и короче, как всего. Вот, значит, здесь мы будем в комплектации... Блин, как-то я скачу. Ладно. Короче, в комплектации мы будем разбирать бюджет проекта. Из чего этот проект будет состоять. Да, вы свои проекты будете создавать в течение трех месяцев. И на этом этапе у вас будет таблица. Да, такой стул, такая люстра, такая-то цена. Там-то купить. То есть, ну, мы будем объяснять, как это делается. В общем-то, это делается уже на этапе там практически создания концепции, идеи, поисков. Вот. Так, значит, длительность обучения у нас будет четыре месяца. Плюс-минус, возможно, немножко что-то растянется. Потому что грандиозные планы по насыщенности. Вы получите за эти четыре месяца реальных 37 лет практического опыта. 22 года проектирования, опыт проектирования у Ивана. 15 лет опыт проектирования у меня. У нас реально огроменный, просто шикарный, потрясающий опыт. И мы оба странные. В том смысле, что мы оба понимаем, что мы вообще по-другому подходим к интерьерам. Поэтому вам, поэтому вы сказали, что гениально, поэтому они гениальны. Мы вообще по-другому на это всё смотрим. И мы вас будем этому учить. То есть наша задача, ваше сознание, чтобы оно такое порвалось. И вы начали по-другому смотреть на всё. Гораздо вкуснее дизайн, гораздо вкуснее проектирование, чем то, что делают большинство дизайнеров. И гораздо вкуснее и круче проектирование, чем то, как к этому учат в каких-то университетах. Вот да, у вас будет вот 37... Так, Василис, я скоро закончу. У вас будет сколько там? 140 килограмм харизмы у нас двоих. Ну, может, поменьше. Вот. Значит, у нас на данный момент есть 4 свободных места. На вчера стоимость обучения 80 тысяч рублей за 4 месяца. И есть внутренняя рассрочка. Длительность обучения 4 месяца. Примерно столько же... Ну, правда, 3-3,5 мы делаем дизайн-проект реальный для заказчиков. Вот. И для группы нашей у нас будет такое вот мини-реалити-шоу. Мы будем каждую неделю показывать проект, который сейчас в работе. Да, там рассказывать о том, как прошла первая встреча с клиентом. Что интересного мы о нём узнали. Как мы идею схватили. Как мы планировку делаем. Как мы думаем. Как мы там на концепциях зависли. Как у нас что-то не согласовалось. Как у нас согласовалось. И там прям, у-у-у, это то, что нужно было. Вот. И то есть каждый шаг, каждую неделю мы будем там на 5-10 минут давать мини-отчёт по текущему проекту. И вы сможете прям вот во всю нашу внутреннюю кухню погрузиться. Мне кажется, это прямо круто. Ну, я так, вкратце. То есть я разводилась. Мне было грустно. Мне нужен был огонь. Я вообще очень... Вот я вам сегодня историю рассказывала, да, про то, что я смотрела на огонь. И он, ну, типа, у меня была такая гениальная мысль, что меня огонь инициировал в дизайнеры. Потому что вот я смотрела, никто в угольках интерьера не видит, а я вижу. Вот. И, в общем, мне нужен был огонь. Вот. Поэтому я начала возводить этот камин. От этого отталкивалась. Я размышляла, какого цвета я его хочу. Но вдруг поняла, что мне хочется чёрный камин. Ещё, кстати, очень классная тема по психологии пространства. Когда начинаешь разбираться, где что означает. Да, там камин – это семейный очаг, по большому счёту. Это когда хочется тепла какого-то душевного, внутреннего. Там. Я ещё очень мечтала о диване новом. А новый диван – это, кстати, символ мужчины в доме. Вот. Я хотела себе малиновый яркий или там диван в фуксе. Ну, я до него так и не добралась. Мне ещё так до сих пор жалко, насколько он там 150 тысяч. Вот. Другим, в общем, я диван покупаю, ставлю. А для себя жалко. Но на фоне психологии пространства, когда начинаешь разбираться, где что значит, это очень круто помогает. В какой-то момент я сняла все шторы с окон. У меня были тёмные шторы на окнах. Это был, в общем-то, это был период затворничества. Это вот я закрыла студию, я развелась. Потом там ситуация с мамой. И вот это вот всё меня вводило в депрессию. У меня были чёрные шторы на окнах, и света белого я не видела. Потом я начала психологию пространства изучать. Поняла, что расшторить шторы – это про то, чтобы увидеть новые горизонты, чтобы что-то новое в жизнь пришло. И я сидела, слушала эти лекции, такая, думаю, так, Свет, пора. Я живу внутри своей студии, я её отпустить не могла. Я понимаю, что мне на физическом уровне, на всех высших уровнях, мне гораздо легче без неё дышиться. Но при этом отпустить её я до сих пор не могу. Я её ещё проживала вот этими шторами, которые, вот это кресло у меня в всякой студии. Картина вон эта с этим, с карандашом, женщина тоже из студии. Я понимаю, в какой-то момент сижу, слушаю про психологию пространства, и понимаешь, блин, пора менять. Не хочу больше зашторенные окна, не хочу больше это, не хочу больше то. Да, там белые стены, кстати, я поняла на тот момент, что белые стены – это как чистый лист. Белый интерьер часто просит заказчика, у которых какой-то период, может быть, неопределённости ещё, но именно становление, когда они в какой-то новый этап приходят, им вот новый, чистый, свежий белый лист нужен, и они хотят белый интерьер. То есть я все стены покрасила тогда в белый. Чёрный – это там концентрация на чём-то, это проживание, кстати говоря, проживание страха смерти. Да, это уж потом стало понятно, что она случится. Вот, ну, в общем, тогда вот эту психологию пространства я перекладывала уже на какую-то основу, на свою базу. Во-первых, я понимала, что я делала до этого, а до этого осознала, да, что я на уровне интуиции делала. А во-вторых, я поняла, что я хочу ещё, чего мне не хватает. Вот это крутая штука, прямо классная штука. Прям вот вы же знаете, да, чего вы хотите, там, не знаю, любви, денег, какого-то отношения определённого, или там состояния определённого, ну, или там, не знаю, может быть, ваша задача в данный момент это какое-то обучение, там, не знаю, в астрологию вы хотите уйти, да, и что-то такое космическое, какие-то магические знания, да. Тогда можно в интерьер добавлять какие-то фиолетовые оттенки, ещё что-то. Или если вы хотите, чтобы ваш, допустим, деревянный пол и вообще основание пол, любой пол, да, это с точки зрения психологии пространства, это морально-ценностный фундамент, да, и каждое напольное покрытие, которое существует, оно что-то в себе несёт. И, допустим, самый устойчивый морально-ценностный фундамент это тогда, когда люди хотят, там, натуральный деревянный пол, вот. Ну, и там есть всякие нюансы на этот счёт. И вот это прикольно знать. Тогда начинаешь о себе что-то понимать, и тогда начинаешь расшифровывать в том числе заказчика. Я думаю, что мы на этом курсе обязательно введём. Я подготовлю лекцию по психологии пространства, просто хотя бы вводную, потому что я всё-таки не дипломированный специалист. Вот, но мы такую лекцию подготовим, просто по базовому пройдёмся. Психологию я очень люблю. И психология пространства для меня – это прямо открытие было. Ну, то есть у меня прямо мозг, волосы на голове шевелились, когда я первую книжку читала. Я думала, что я одна такая, опять же, что я придумаю всё время, что диван что-то значит, цвет стен по-любому как-то очень сильно на нас влияет. Но только это вот даже не в том контексте, как кто там проводил Малевич эксперименты, проводил с каким-то, скажем, с цехом швейным, когда он в разные цвета его красил. Я сейчас могу перевирать, но суть такая. Какой-то художник на каких-то производствах проводил эксперименты с цветом. Условно, покрасил в красный цвет, смотрел, как люди начинают работать, вести себя, покрасил в зелёный цвет, начал вести. То есть вот я не про это, а вообще даже про ощущения. А вот при том, что каждый предмет в интерьере несёт какую-то энергетику. Вот, про энергетику. То есть я рассказывала уже много раз, возможно, об этом знаете. Но вот я смотрю на тетрадочку, я её могу просто по ней взглядом скользнуть, там, хоп, и всё. А в мозгу всё равно возникают эти связи нейронные, какие-то вспышки, как она была куплена, какие там эмоции, что я в ней писала, сколько раз я там над ней ревела. У меня во всех тетрадях всё время какая-нибудь фигня написана. Когда мне плохо, я начинаю всё плохое выписывать. Примерно каждый тетрадь для чего-то заводится. Зачем я в этом не знаю? Не знаю. Вот. Короче, на каждый предмет мы смотрим, и у него есть история. У всего абсолютно есть история. И если эта история, она негативная, если в ней какая-то боль завязана, то мы вокруг себя этой болью и окружаем, да, какими-то ошибками. Типа там, ну, надо было по-другому. Да, это мне вообще там, допустим, про покрывало на кровати, да. Это как бы такая очень личная история с точки зрения психологии пространства. У нас, допустим, иногда покрывало, привет, это моя история, дарит свекровь. И это как бы про такой вот, типа, это как бы не твой выбор для кровати, да. И я всё время захожу на него, смотрю на этот покрывало и вспоминаю, почему-то, глядя на кровать, свекровь. Ну, понимаете, да, ну, как бы, такой остренький пример так-то, не очень прикольный. Но каждый предмет в интерьере, он про энергетику, про воспоминания, про историю. Даже если мы этого не отражаем сходу, вот так, так, это у меня свекровь подарила тогда, да, да, это вот, значит, у меня, это я купила сама в том-то магазине. То есть если мы это не оцифровываем и не отдаём себе отчёт, оно всё равно внутри мелькает. Поэтому очень важно, чтобы каждый предмет был взвешенный. Да, и вот эта история, которую я вам рассказывала, я очень надеюсь, что вы и прониклись, когда миллионы рублей и минут, да, и не только наших вложенных в интерьер, а вообще всего человечества, всех технологий, которые были когда-то там кем-то достигнуты, это всё вложено в интерьер. Это же так круто, это мощно. Да, и это всё. Ну и ещё у нас будет, я думаю, что мы на следующей неделе ещё одну проведём подобную лекцию. Мы пока не знаем про что, но мне очень хочется поделиться. Вот в таком формате я очень давно хотела рассказывать про то, как мы реально планировки создавали. Не в пост вот то, о чём я сейчас сказала, записать тремя предложениями, где вообще нифига не понятно. Лучше вообще не показывать. А вот в таком формате, например, разобрать какую-то планировку, как мы её создавали, чтобы вот... Да это, по сути, знаете, эго своё погладить. Вот честно говоря, рассказать вот это всё, это прям вот... Да какой ты молодёц, как ты всё продумала. И ты знаешь, что тебе какой бы вопрос не задали, ты его объяснишь. И ты такой, молодёц, хорошо, сработал. Либо рассказать какой-нибудь интерьер. Или, может быть, даже проведём вот эту встречу по топовым дизайнерам, как мы их сейчас разбираем. Это тоже безумно интересно, когда вдруг интерьер, просто какая-то неглядная картинка. Это Иван нам тут подготовил картинку, просто серый белый интерьер. Открыл я, боже, что это вообще? Он начинает рассказывать, и ты такой, реально, правда. и картинка такая становится 5D. Офигеть! Так это же действительно очень интересно. В общем, круто. Вот. И мы это всё будем анонсировать. В чатике всё это расскажем. Я в своём чатике расскажу, и в этом чатике расскажем, как только решим, чего хотим сделать. Ну, собственно, всё. Сейчас точно. Всех обнимаю. Целую. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Я очень переживала, что придёт одна Катя, которая администратор этого чата, и буду я ей рассказывать. Вот. Мне очень приятно. Вас здесь прямо было много. Я помню, было где-то 18-15 человек. Это жутко приятно. Спасибо ещё раз. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok